Здравствуйте! Сегодня поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Карелии, где водитель, будучи священнослужителем, совершил наезд на пешехода. Меня попросили прокомментировать это дорожно-транспортное происшествие, потому что наверняка это событие будет иметь определенный общественный резонанс. Я посмотрел ленту новостей разных информационных агентств, почитал об этом, посмотрел видео с регистратора сзади идущей машины, где зафиксировано все это происшествие. Первое, что мне хотелось бы сказать, это выразить соболезнования родственникам этой женщины, которая погибла. К сожалению, люди погибают на дорогах от несчастных случаев. Крепости вам пережить эту трагедию. Большое горе. Кто-то лишился сегодня любимого человека маму, кто-то лишился жены, кто-то лишился дочери. В общем, много людей пострадало, не только эта женщина. Там еще целые родственники, знакомые, друзья, близкие, соседи. Большая трагедия. Помогай Господь вам. Что касается самого происшествия, кто не видел. Водитель двигался на машине, совершил столкновение с одним автомобилем, продолжил движение, совершил столкновение с другим автомобилем. Думал остановиться было. Но, видимо, так показалось. Потом он все-таки ударил по газам, захотел скрыться с места происшествия. И там проехал буквально 200-300 метров, я не знаю. И там пешеходный переход был, и сбил женщину насмерть. Потом он уже остановился, естественно. И, в общем, вот и все. На что я обратил свое внимание, хочу ваше внимание обратить. Первое, что бросается в глаза, я почитал ленту новостей. Там везде смакуется, что это именно священник. Пьяный священник, пьяный отец Иоанн. За рулем Шкоды находился отец Иоанн. Не говорится, что водитель Иванов Иванович, который еще и является священным служением. А прямо отец Иоанн находился. Прямо вот так именно говорится. И именно эта подробность смакуется. С одной стороны, факт того, что смакуется именно в этой подробности, как-то неприятен. Потому что, ребята, если человек сел за руль, то он водитель. Кто он при этом еще в такой своей жизни, это уже не важно. Он может быть депутатом, он может быть священнослужителем, он может быть просто рабочим каким-нибудь, ученым. Не важно. Он – водитель транспортного средства, который имеет определенные права и обязанности. И он должен выполнять то-то, то-то и то-то. И закон для всех писан. И все мы равны перед законом. Не важно, кто ты – священнослужитель, не священнослужитель. И если уж что-то там нарушил, то должен отвечать по всей строгости закона, вне зависимости от того, какое ты социальное положение занимаешь в обычной жизни. И поэтому как-то немножко неприятно, но это с одной стороны. А с другой стороны, если хорошенечко подумать, то сам факт того, что смакуется эта подробность, говорит о том, что в обществе существует запрос на духовность, запрос на святость. Потому что, если бы наше общество было настолько инфантильно духовно, что всем было бы все равно, что он священнослужитель, какая разница? Никто бы внимания не обращал на это. Это о чем говорило? Что, в общем-то, никого духовность не интересует. Святость никого не интересует. Никто этого не ищет. У нас же в обществе поиск святого чего-то есть. И есть очень активный. Поэтому себе люди многое могут прощать, но священнику не простят. Не простят. Семь шкур с него сдерут и скажут, что как он мог? Как он мог? Ты же священник. Правда? Как ты можешь это делать? В голове не укладывается. Если бы ты был слесарем-сантехником или каким-нибудь учителем или врачом. Ну ладно, можно понять. Но не укладывается в голове, когда человек из такого социального положения. К нему особое требование, особое внимание к нему. На кресте у священника написано, что образ буди верным, словом, житием, любовью, верой, духом, чистотою. То есть будь образцом для людей. Это должен быть. И те не прощают таких вот вещей. Наши люди готовы многое пережить, перетерпеть, со многим смириться. Если они знают, что где-то там есть храм, а в этом храме служит отец Иоанн, и он святой жизни человек. К нему можно прийти и поплакать о своей грешной жизни, когда накатит волна. Поплакать, спросить у него совета, спросить у него, может быть, помощи какой-то. Он тебе по головке погладит или подзатыльников надает. Ну, в общем-то, это будет правильно. И вот зная, что там Отец Иоанн есть, такой святой жизни, как-то легче жить на этом свете. А когда ты видишь, что этот отец Иоанн пьяный за рулем сбивает женщину, скрываясь от предыдущих дорожно-транспортных происшествий, которые он тут же совершил минуту назад, даже меньше, то тут уже это происшествие становится жареным фактом, который тут же пресса раздувает и гудит. Как кто-то сказал, если поезд придет вовремя, то об этом в газетах не напишут. В газетах пишут, если поезд приходится поздать, если он сошел с рельсов. Если он сошел с рельсов, значит, об этом пишут все газеты. Если он пришел вовремя, то это и о чем? О том, что сотни, тысячи священнослужителей честно выполняют свой долг, служат. Кто, где, кого, куда Господь направил. И о том, как честно эти люди служат и каково это, об этом в газетах не пишут. Но когда вот такое событие произойдет, вот он, поезд сошел с рельсов, об этом сейчас все будут говорить. И еще я хотел сказать, это небольшое наблюдение. А ведь Господь его останавливал, милость к нему проявлял. А знаете, вот он едет, сталкивается с одной машиной. Это ему сигнальчик, дружок, стой, остановись, не едь. Все, приехали, приехали, вот машину стукнул, остановись. Но он продолжает движение, вторую машину, опять ему, Господи, остановись, не надо. Он по газам и дальше избивает человека. То есть говорил ему Господь. Через вот такие вот вещи, с нами Боженька ведь разговаривает. Через обстоятельства нашей жизни намекает нам, что вот не надо туда. Вот здесь вот так. Через неприятности даже такие. Стукнул ты машину. Можно выйти и сказать, Господи, чего ж ты меня не уберег-то? Что ж ты меня не защитил-то, что я помял машину? Да еще датенький, может быть, был. И сейчас меня тут, сейчас гаишники приедут и прав меня лишат. Сколько там месяцев? И плюс еще и деньги, надо бы за ремонт заплатить, еще что-то. Вроде скорбь, вроде бы плохо. Но в итоге что получилось? Даже такими вот негативными вещами Господь попытался его остановить намеками. Указывал ему стой, стой, стой. Не захотел, не вслушался и получил то, что получилось. Вот такой у меня будет комментарий, вот такое наблюдение. Да, к великому сожалению, люди гибнут, погибают. Родственникам дай Бог сил, дай Бог здоровья, чтобы эту трагедию как-то пережить. Ну, а что касается священнослужителя, то неважно, он в данном случае гражданин такой-то, являлся водителем транспортного средства и должен отвечать по закону, как полагается. Кроме того, у церкви есть еще и свой закон. И даже там, где государство не видит, в общем-то, никаких проблем и не наказывает, церковь можно наказать. У нас своя градация нравственности и духовности, свои требования. Особенно к священнослужителям. Это, к примеру, для яркости просто пример. Если, например, просто гражданин разведется со своей женой, то он никакого преступления не совершал. Но если это сделать священник, то он совершил преступление и попадает сразу под запрет священнослужения. Но это, к примеру, свои у нас требования к этому, более строгие. Поэтому наверняка к ним будут применены еще и церковные меры прещения, не только государственные. Помогай Господь! Продолжение следует... Продолжение следует...